В конце 2022 года новые здания для всех четырех участков мировых судей открыли после ремонта. Раньше они работали в помещении на Советской. С февраля посетители приходят в обновленное светлое и просторное здание Нарепина. Она отвечает всем современным требованиям, оснащена системами безопасности видеонаблюдением и доступна маломобильным гражданам. Власть вообще должна работать для людей, собственно, и судебных в том числе. Мы развиваем, мы стараемся развивать мировую юстицию вообще по всей области примерно одинаково. Но вот сейчас так сложилось, что ваше здание, наверное, самое лучшее в области. В первую очередь это не для мировых судей, а больше для жителей города Сарова. Просто это удобное место расположения, центр, подъезд. Все, пришли. Ну, дай бог, конечно, чтобы поменьше сюда приходилось ходить каждый день. Ну, если уж придется, то, чтобы в нормальных условиях. Мировая юстиция – самый молодой институт судебной системы. Ему чуть больше 20 лет. Финансирует мировой суд региональный бюджет. В Сарове работают четыре судебных участка мирового судьи. Распределены они по территориальному признаку. Тысячи саровчан ежегодно обращаются к мировым судьям, чтобы защитить и восстановить нарушенные права, разрешить возникающие споры. Мировая юстиция, как наиболее приближенная к населению часть судебной системы, рассматривает основное, подавляющее большинство гражданских и административных дел. В прошлом 2022 году всеми четырьмя судебными участками судьями Сарова было рассмотрено более 12,5 тысяч дел различных категорий. То есть более трех тысяч дел на каждого судью. Осуществление обеспечения правосудия и обеспечение надлежащих условий для его осуществления – это одна из важнейших государственных задач. Государство обязано создавать все необходимые условия, чтобы суд был скорый и правый, открытый и доступный.